друзья всем привет у меня есть вот такая вот орхидея орхидея мини размера варианте а цветение мульти флоры вот такие вот у нее цветоносики в этой орхидеи а длинные и большие как грозди винограда цветы это такая беленькая мульти флора которую я купил по уценочки эту орхидею у нее была длинная такая шея много у нее было гнилых корней в горшке и эту орхидею я поставил в один из самых простых способов для наращивания корней это орхидея над водой у нее всего было пару более менее таких но мне казалось живых корешка которые я поместил в воду но сама орхидея оказалась вот так вот на боковых листьях на стенках горшка держаться на весу вот так вот я видите по следам наливал воду вода постепенно там испарялась и такого вот значит ухода такого количества воды хватало но на неделю на три точно вот сегодня орхидея нарастила достаточное количество корешков которые дают возможность сегодня эту орхидею нас нам с вами пересадить вчера я уже показывал видео про то как мы наращиваем орхидеи корнями над водой повторяться сегодня не буду единственное что мы эту орхидею друзья сегодня так нам надо ее немножко как-то отлепить она прилипла так здесь отлепили на мочу сейчас вот так вот корень этот я что-то не заметил что он присосался к стенке горшка вот так вот его а мочу немножко чтобы он отмок в общем друзья сегодня мы будем сажать эту орхидею прям в классику классику которая актуальна во все времена и значит это будет посадка точно так же как вчера вот видео показывал орхидею каменную розу материнское растение и то то материнское растение уже у нас несколько месяцев растет в том грунте в котором вчера я показывал но до того до пересадки до омоложения этой каменной розы она росла в том грунте в котором мы сегодня посадим четыре с половиной года и когда мы эту каменную розу доставали омолаживали то корневая у орхидеи было на все сто с плюсом друзья очень-очень в хорошем состоянии за четыре с половиной года практически орхидеи не было поврежденных корней то есть но вот так вот мы опс есть немножко тут немножко мы пленочку с вилами на содрали друзья но не бывает без эксцессов прямо на сто процентов так ну что я щупаю корни здесь один корень вот этот старый видите вот этот вот светлый он его надо убрать он у нас уже отмер то есть это вот такой вот корешок вот здесь вот его можно прям вообще отчекрыжить видите пошел портится это скорее всего из-за того что орхидея давно была в воде я не поменял воду она он даже зацвела уже но хотя вода не затхлая так но здесь у нас корни вроде нормальные здесь тоже корень нормальный вот но зато новые корни наросли когда я ставил эту орхидею над водой у нее вот этих вот новых которые вы сейчас видите корней не было от слова совсем то есть это все нарощенные корни над водой так я отсоединяю все эти старые цветоносы которые есть в орхидеи вот это цветоносы магазины это орхидея прошла у нас обработку бат райдером от насекомых вредителей обработку от гниения топазом то есть все профилактическо лечебно-профилактические обработки она у нас прошла поэтому в этом видео сегодня нет смысла ее дополнительно обрабатывать мы ее пересадим и уже будем наблюдать за ней как она себя чувствует вот все мы почистили здесь все в принципе вроде бы все нормально а ну вот еще какой-то корень старый вот этот вот мы его сейчас удалим почистим максимально шейку так ну вот вроде бы нормально все да здесь корешок тоже лезет видите то есть мы больше ничего не будем срезать потому что вот это вот основание корневая шейка она такая уже одеревеневшая загрубевшая и самое то тут у нас особо нету чешуек каких-то дополнительных чтобы чистить ее вроде бы все нормально все вот так вот мы ее ставим а чтобы был понятен ее размер я взял специально линейку вот от 0 то есть высота ее совсем небольшая это мини орхидея вот такой вот размер корешки вот я все время говорю по 5-7 сантиметров хотя бы три корешка но вот у нас один корень три сантиметра вот этот самый длинный он шесть сантиметров вот этот корень тоже у нас около шести сантиметров еще один три сантиметра ну и вот такой то есть орхидея у нас с достаточным количеством корней чтобы ее пересаживать ну плюс она сейчас в росте несмотря на то что у нас глубокая осень так ну что давайте сажать сажать буду вот в такой горшок стандартный в которых продают магазинные орхидеи вот так вот мы ее сюда поместим я думаю будет нормально значит на дно немножко для сокращения объема я закину крупные вот такие куски коры это размер фракция значит у нас где-то два четыре два три два три до сантиметра толщина полтора около трех четырех сантиметров разные кусочки но не 313 до от одного до трех сантиметра у нас вот эта фракция толщина один полтора длина 4 вот их на дно сейчас я закидал а нет стоп на дно у нас дырки у такие до дренажные отверстия у нас грунт будет мелковатый такой же как и каменная роза у нас росла четыре с половиной года такой же грунт он мелковатый чтобы он отсюда не высыпался положим от кокосовый такой мат сюда на дно уложу крупные кусочки коры так теперь главное чтобы у нас корень то нижний поместился давайте мы его сперва поместим сюда вот так а теперь накидаем кусочков коры аккуратненько так вот можно конечно было побольше да сейчас я еще возьму немножко друзья потому что я хотел бы побольше вот так еще чуть-чуть потому что нужно повыше поднять этот высоту высоту крупных кусочков чтобы там внизу у нас были воздушные карманы так ну наверное где-то примерно вот так хватит да вот а теперь я буду засыпать эту орхидею вот такой вот мелкой корой смотрите совсем мелкая именно такой корой у нас в такой коре и росла каменная роза четыре с половиной года до того момента как мы ее пересадили несколько месяцев назад омолодили разделили вчера было видео так ну что я буду немножко поднимать эту орхидею подтягивать пальцами вот так вот вверх по мере насыпания вот этой вот коры насыпаю и чуть-чуть ее так знаете как бы вибрируя что ли я ее опускаю чтобы подымаю точнее чтобы вот эта мелкая кора заполняла все кармашки вокруг корней и чтобы она такая знаете орхидея плотненько садилась так вот видите потихонечку наверх я здесь ее чуть-чуть подбиваю я не сажают орхидею на фитиль почему потому что ну не знаю будет ли он актуален для того кому это у нас орхидея достанется потому что я планирую эту орхидею после вот этой всей реанимации наращивание корневой пересадки выставить ее в одну из ежемесячных раздач на нашем канале значит эта посадка дает возможность поливать эту орхидею замачиванием на половину горшка то есть вот так вот я мы наливаем воды до половины и все держим 15-20 минут там час это уже кому как угодно орхидеи хуже от этого не будет если наполовину горшок будет в воде если он будет полностью то корни могут частично захлебнуться ну и начать гнить потому что просто не успевать будет орхидея затягивать воду прогонять по корням тем более сейчас когда у нас осенний зимний период так ну вот как то так да у нас получилось это все дело я сейчас ее подпишу сегодня у нас что 25 на 25 10 24 до 425 так ну и и и бирочку сюда вставляем все друзья вот такая вот простая надежная классическая посадка орхидеи можно немножко еще подсыпать но думаю не стоит подсыпать можно потом по мере того как орхидея будет вверх расти и будет у нее отсыхать там нижние листья в процессе ее жизни вот такая вот у нас получилось можно будет поливать ее в поддон кстати тоже для этого у нас здесь и уложен в том числе вот этот вот кокосово-волокнистый мат тоненький он будет хорошо напитываться передавать воду толстым большим вот этим кусочком коры они будут тоже напитываться дышать потому что они крупные здесь воздушные карманы то есть вот такого вот поддончик будет более чем достаточно то есть в общем друзья очень такой знаете посадка очень выгодная практичная надежная именно в такой грунт подойдет думаю для всех вообще регионов тут только подобрать полив соответствующий вашему региону и вашим возможностям все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео всем пока пока